Приезд Сони Кошкиной в Николаев, организаторы действу попытались обставить как событие номер один. Во всяком случае, такое мнение сложилось у многих николаевских журналистов, поделившихся впечатлениями в своих постах в Facebook. События на Майдане полуторагодичной давности действительно продолжают волновать украинское общество. Вопросов осталось очень много. До сих пор, например, неизвестно, кто виноват в смерти сотен украинских граждан. Прояснить ситуацию и попыталась известная украинская журналистка, главный редактор издания «Левый берег» Ксения Василенко, более известная под псевдонимом Соня Кошкина. Свою версию случившегося она изложила в книге «Майдан. Нерассказанная история», презентация которой на днях прошла в Николаеве. О Майдане уже написано много, но факты, которые включены в книгу, неизвестны широкой общественности, утверждает Соня Кошкина. Она заверила присутствующих, что книга уникальна на 80%. Это собственные журналистские расследования и материалы, которые она собирала на протяжении всего времени Майдана. Автор предлагает читателю серию интервью с людьми, непосредственно влиявшими на ситуацию, такими как Порошенко, Новинский, Ахметов. Есть и информация силовиков, ранее засекреченная. Что происходило на Банковой? Кому какие приказы отдавались? Какие приказы отдавались конкретно силовикам? Как те реагировали? Как или себя олигархи, близкий круг Януковича? Все ли там было однозначно? Вот этого всего мы не знали, хотя эти события напрямую влияли на исход Майдана. И поэтому, а я, в общем-то, за всем-то этим изнутри наблюдала все три зимних месяца. И для меня было очевидно, что вот эту вот подноготную тоже нужно вытащить на свет и нужно восстановить. Мне и всплывает много интересных и даже неожиданных фактов. Например, автор пытается ответить на вопрос, почему Виктор Янукович в последний момент отказался от курса на ЕС, так пропиаренного его командой. И почему об этом не знали даже в его близком окружении. И это далеко не все интересные вкусности, которые подготовила считателям Соня Кошкина. Виктор Янукович не объяснил даже этим людям истинные причины своего поведения. Потому что вот даже Владимир Рыбак потом рассказывал, о, Владимир Рыбака вспомнила, рассказывал о том, что он, то есть он действительно долгое время всех убеждал, что мы идем в Европу, и, судя по всему, так оно и было. Но в какой-то момент он принял противоположное решение. Вот в книге есть набор версий о том, что же произошло. И одна из них, мне кажется, наиболее, ну не одна из них, а это, в общем-то, главная версия о его встрече накануне, вот описываемых событий с Владимиром Путиным, на котором он поменял свое решение относительно Вильнюсского саммита. Это было под Москвой в закрытом бункере, защищенном от прослушки. Олег Гордея, Олег Хусаинов, MSN Digest.